Привет! С вами Эдгард Запашный. Я тут подумал, что в мире цирка есть очень много международных наград. Золотой лев, золотой клоун, золотой идол. Но нет ни одной премии, которая бы стала такой же престижной, например, как Оскар. Меня как циркового артиста очень трудно удивить, но поверьте, такое возможно. И герой нашей сегодняшней программы, дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов, мог бы стать обладателем именно такой награды. Его подопечные, огромные слоны, исполняют уникальные и рекордные трюки. И сегодня я расскажу вам о лучших из них. Уникальный трюк. Тройной баланс, который исполнили слониха Герда, настоящий мировой рекорд. Животные опираются на тумбы только передними ногами. А вместе с этим вращают обручи хоботом и на задней ноге. Я спрашиваю людей, вы знаете какие-либо законы физики? Там кто-то говорит, да, кто-то говорит, не совсем представляем. Я говорю, вот есть законы физики, а то, что делают наши слоны, они противоречат всем законам физики. Слон выполняет сложнейшие элементы легко и непринужденно. Вам может показаться, что это просто. Но это невероятный труд. Никто не делает ни один слон в мире подобного трюка. Не делает это жанр эквилибр. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте проведем эксперимент. Посмотрим, сможет ли человек, который прекрасно стоит на руках, крутить хула-хупы на ногах. Это Боря. Боря – профессиональный эквилибрист. Признаюсь честно, он никогда этого не делал. Ни разу? Ни разу. Поэтому все будет в режиме реального времени. Боря, ты становишься на руки. Я пытаюсь закрутить хула-хуп на твоей ноге и посмотрим, сколько это продержится. У нас есть хула-хупы разные – маленького диаметра и большого. Начнем с маленького. Внимание. Крутим, крутим, Боря. Подожди, усложняем, крутим, Боря. Нет. Еще. Внимание. Крутим, крутим, усложняем. Все. Ну вот, вот это было… С первого раза очень сложно. Очень сложно. Это была премьера. Удивительно. Трюк не смог повторить человек, но его выполняет слон. Хотя должен вам сказать, что слоны сами по себе животные умные. И считается, что они могут выучить около 60 различных команд. Порой кажется, просто невероятных. Так, самым известным уникальным слоном с необычными способностями в начале 80-х стал слон Батыр из Казахстана. Он умел имитировать речь человека и издавать звуки, которых различали почти 20 слов. Есть слоны, которые копируют человека. Вот у меня был такой слон, когда я просто села, а он сел рядом. Я легла на ковер, он лег рядом. Нина Корнилова в своей 87 продолжает помогать в работе своему внуку Андрею. Это его отец, Алексей Дементьев, подготовил трюк «Тройной баланс». Сегодня его выполняет 24-летняя Герда. Ее 20 лет назад привезли в цирк из Индии, прямо со слоновьей фермы. В маленькой слонихе сразу же разглядели большой потенциал. Она лучше всех балансировала, стоя на двух передних ногах. Этот трюк репетировал зять. Но на двух ногах и на тумбе. А я усовершенствовала этот трюк на бутылках. Бутылками дрессировщики называют вот эти тумбы, на которых стоит слон. Этот реквизит готовили для слоних специально. Каждая тумба делается, конечно, из легких металлов. Это, наверное, дюраль алюминиевый металл, который легко перекатываемый и, соответственно, тоже прочный. Там есть ребра жесткости, которые не дают массе тела слона деформировать форму тумбы. Вот так сложно, я сказал. Удивительно, но одна такая тумба, которая весит всего 15 килограмм, выдерживает массу целого слона. А он, ни много ни мало, весит 3,5 тонны. Для сравнения, столько же будут весить 50 человек, 10 лошадей или один небольшой грузовик. Крутий. Еще. Еще, 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 еще. Ножки. Поднимаем ножки. Поднимаем. Стоять. Сначала становится передними ногами. Привыкает. Также мы подкармливаем. Потом уже начинает отрывать заднюю ногу одну. Пробует, ловит, находит баланс. Потом уже, когда вторую ногу понимает, то здесь уже тоже по чуть-чуть. Держим хорошо. Держим. Бананчик и хлеб. Стоять. Вот так стоять. На выполнение этого трюка ушло несколько месяцев. Но самое сложное было впереди. Предстояло научить слона выполнять не только стойку, но и крутку обруча хоботом и задней ногой. А это по-настоящему кропотливая работа. Дрессировщикам пришлось запастись терпением надолго. Счет пошел не на месяцы, а на годы. Мы репетировали его пять лет. Пять-шесть лет. Пока слон сам закрутил. Это человек-то на ноге. Не сможет стоя в стойке там крутить. А это слон. И естественно, конечно, чтобы слон почувствовал, понял. Впервые с этим трюком супруги Алексей Дементьев и Таисия Корнилова вышли в Манеж в 98-м году. А в конце 2000-го года трупа Корниловых собиралась ввести зрелищный номер в Бельгию. Оставалось отработать одно представление в Рязани, погрузить животных и заехать в Москву за вещами. Это стало последним, что успел сделать Алексей Дементьев. Находясь на самом пике своей цирковой карьеры, дрессировщик трагически погиб. Вы видите кадры того самого заключительного представления в Рязанском цирке с его участием. Он сопровождал животных, слонов на своей частной машине, легковой. Он ехал вместе со своим напарником. Люди на протяжении нескольких дней не спали совсем. Работали, чтобы успеть к сроку пересечь границу, успеть к премьере. И получилось так, что когда уже тронулись в путь, то заснули и выехали на встречную полосу. Алексей не был, как говорим мы, цирковые артисты, рожденным в опилках. В цирк он попал из-за любви к артистке Таисии Корниловой, с которой познакомился во время ее очередных гастролей в Риге. На одной из дискотеки подошла Тая и, собственно, познакомилась с ней. А Тая нагадали, что ее мужа будет звать Леша. И вот они, когда, значит, встретились, представляются друг другу. Значит, она говорит, Тая, он говорит, Леша. Она говорит, ой, а мне нагадали, что моего мужа Леша будет звать. Алла Духова знает об аттракционе со слонами не понаслышке. Сразу после школы она стала артисткой балета цирка Корниловых. Но покинула его из-за полученной травмы. В Минске произошла эта история. Я ломаю ногу, и в этот же день ломает лапу вот ту же медвежонок. И нас вместе, представляете, везут в травматологический пункт. Ой, а сложный был у меня перелом. Там не состалась нога, и опять там, ой, вспомнить, конечно, все. А Таисия и Алексей вскоре решили пожениться. Но благословение родителей получили не сразу. Отец молодой дрессировщицы поставил условия. Ее избранник непременно должен стать артистом цирка. Дядя Толя сказал, Леша, мудрые очень слова. Если ты хочешь работать в цирке, и ты не должен быть, в принципе, ассистентом, даже партнером своей жены. У тебя должен быть свой номер. Поначалу он пришел как служащий по уходу за животными. И вот то, что я сейчас помогаю Андрею, у нас не хватает сейчас служащих, мне приходится помогать. Вот то же самое делал он. Он дежурил в ланов, он ухаживал за ними. Он привыкал к этим животным, не сразу. Впрочем, династия Корниловых всегда была примечательна тем, что в ее ряды приходили люди извне, то есть не цирковые. Поэтому скоро в номере со слонами было уже два дрессировщика – Дементьев и Корнилова. Родители Таисии передали им аттракцион, а с ним и секреты самых уникальных трюков. Несколько лет в манеже родителям помогал сын Андрей. Но в конце 90-х он заявил об уходе из цирка и смене профессии. Я действительно свято верил в том, что цирк – это не для меня, что меня ждут другие горизонты. Но так получилось. Ну, я хотел попробовать себя в кино. Для представителей цирковой династии такое заявление сына прозвучало, как гром среди ясного неба. Кому передавать аттракцион, если не ему? Были большие недопонимания. Условились на том, что мы вместе работаем еще с отцом на международном фестивале в Париже, который должен был состояться в 2000 году. Тот год в жизни и судьбе Андрея стал переломным. Произошла автомобильная авария, в которой его отец погиб. Андрей не знал, что делать, но понимал только одно – теперь из цирка ему нельзя уходить. Он должен помогать маме. После пережитой трагедии Таисия Корнилова взяла образы правления труппой в свои руки. Но решение вести аттракцион самостоятельно едва не закончилось для нее плачевно уже на первых же гастролях. Животные все привыкли к отцу. И особенно Флора. Флора была такая строптивая слониха африканская, которая не воспринимала никого, кроме отца. Отец был для нее как вожак, как любимец, авторитет. И когда его не стало, то она уже начала отвергать всех остальных. Первое, на кого он напал – это мою маму во время работы в Бельгии. На ваших экранах по-настоящему эксклюзивные кадры того самого нападения. Слониха толкает дрессировщицу в спину и та падает прямо под ноги животному. Видео из семейного архива долгие годы не показывали никому. Вы видите это первыми. Спустя два года нападение повторилось снова. Дрессировщица отделалась многочисленными ушибами, но осталась жива. А вот ревнивую сломиху было решено отдать в зоопарк. Андрей с ней до последнего был, но она уже точила клыки на него. То есть следующий был Андрей. После этого случая Андрей пообещал маме и бабушке, что продолжит семейное дело и займет в аттракционе место погибшего отца. Он с детства в цирке, он цирковой, поэтому как бы другого пути для него не было в любом случае. Он, кстати, даешь, но похож на отца. Иногда просто мурашки по коже. А знаете ли вы, что главное оружие слона – хобот? Это по-настоящему уникальный и многофункциональный орган, в котором находятся около 40 тысяч мышц. Сила хобота даже небольшого слона колоссальна. Он может добывать им пищу, обмахиваться, обороняться и защищать. Но вот что удивительно. Хобот слона настолько чувствительный, что порой без внимания животного не остаются даже и самые мелкие предметы. Вот вчера Марго нахулиганила. За кулисами, вот там, где она стоит, находится дверь. Там сидел слесарь. Она его закрыла на ключ. Вот как это возможно – повернуть ключ и закрыть дверь? Вот этим маленьким хоботком. Как? На сегодняшний день Андрей Дементьев-Корнилов дрессировщик – самый большой труппы слонов в России и продолжатель династии, которой уже больше 130 лет. Первые вступления Андрея состоялись в цирке на Светном бульваре, когда ему было всего 12. Тогда с подачи Юрия Никулина его впервые ввели в номер со слонами. Такая сценка, что клоун с манежа забирал парнишку из зрительного зала. Парнишка сопротивлялся, боялся выходить на манеж, потом делал каскад, и в этот момент его поднимал слоун хоботом и начинал раскручивать на одной ноге вокруг своей оси. Сейчас у Андрея четыре слонихи – Ранго, Претти, Герда и Марго. Самой молодой артистке Марго всего 5 лет. Самый старший – Ранго – почти 60. Взрослая слониха не только звезда цирка, но и кино. Она снялась более чем в 30 советских и российских фильмах. Ей аплодировали миллионы зрителей. Благословенный! А рабов на волю! Ну это само собой, а животных – за парк! Все! Все! Подними, давай! Подними! Подними еще раз! Держи! Вот так, подними, держи, держи, держи! Со своими подопечными Андрей в буквальном смысле слова нянчится, как с маленькими детьми. Он помогает убираться в вольерах, саморочно готовит слонихам обеды. Съедают день трехтонные артистки немало – по 150 килограммов овощей каждая. Я всегда говорю, что сложно не дрессировать животных, слонов, сложно ухаживать за ними, сложно создавать для них комфортные условия, чтобы они находились в той среде, которая, ну, как-то близка, наверное, схожа с их натуральной средой. Получается, что заслужить доверие этого благородного животного не менее сложная работа, чем сама дрессура. Кстати, о слонах существует несколько мифов и фактов. Вот некоторые из них. Говорят, что слоны спят стоя. Нет, слоны спят лежа. Стоя они могут только дремать. Мы часто говорим «спит, как слон», ну, или «ест, как слон», что означает довольно многое. Но слону хватает всего лишь четыре часа, чтобы выспаться. Все остальное время они и правда что-то жуют. Рядом с животными Андрея всегда находятся ассистенты – слоновожатые. На каждого животного приходится один человек. Слоны доверяют только своим. То ли это запах обоняния у слонов, то ли какое-то генетическое, знаете, ну, по генам и по крови, по запаху крови. Я не знаю, как слоны отличают вот наших родных людей от чужих. Недавно в династию Корниловых снова пришел человек не цирковой. Андрей пошел по стопам своего дедушки Анатолия Корнилова и взял в жены гимнастку из своего балета. Это удивительно. Но именно одна из слоних первая узнала о скором пополнении в семье молодоженов. Она меня первый раз видит вот в таком состоянии, когда я уже знаю о том, что я беременна. И она начинает мне хоботом вот так вот ощупывать живот. То есть ничего другого, только живот. И так начала общупывать. Немножко удивилась. Наверное, все-таки чувствует. Правду говорят, что интеллект слона схож с интеллектом дельфина. Он может искренне обрадоваться, удивиться, сатаить обиду или наоборот быть благодарен всю жизнь. Случай с цирковой жизнью прадедушки Андрея Александра Корнилова – прямое тому подтверждение. Слоненок наступил на гвоздь, маленький слоненок, и никого не подпускал, чтобы вытащили. И был ветврач, которому удалось все-таки найти с ним общий язык, и он вытащил этот гвоздь. Прошло время, лет 20, наверное, 20 или 30 лет, прадед приехал опять в этот цирк работать со слонами. Все слоны подросли. И во время выступления, во время парада один из слонов переступил барьер и подошел на третий ряд и забрал человека. Забрал и сорвал, естественно, номер, и повел его за кулисы цирка. Потом выяснилось, что это был ветврач. Просто он уже постарел, и слон его вспомнил. Со времен прадеда в аттракционе остались не только семейные легенды, но и трюки, которые давно принято считать классикой. Например, вот этот. Слон на шаре. Правда, исполняют его теперь в современной интерпретации. На шар поставили не только слониху Претти, но и сестру Андрея Анастасию Дементьеву. И если вы снова думаете, что человеку этот трюк дался легче, вы ошибаетесь. Меня вообще учили по такой системе, что и слона можно научить танцевать. Поэтому все ты сможешь. В 10 лет я первый раз залезла на этот шарик. В репетиции. Решила повторить за Претти трюк. Ну, получилось что-то. Правда, не сразу. Огромный тяжелый шар для этого трюка изготовили по спецзаказу. Но встать на него с первого раза и слону, и человеку оказалось совсем непросто. Шар около 300 килограмм. Это шар, который полностью состоит из клеенной фанеры. Она прессованная. Перекатывать шар такой тяжести слону, конечно же, проще. Но трюк заключается не в этом. Слон должен стоять на шаре всеми четырьмя ногами. А для этого необходимо чувство баланса и хорошая концентрация. На подготовку этого элемента со слоном ушло почти полгода. Анастасии понадобилось чуть меньше времени. Наверное, месяц репетить. А еще где-то месяц падения на цветном бульваре, да. И большой позор. Я на шар не то, что залезла. Нет, я на него не залезла ни разу. Не встала, не проходила, ничего не сделала. Я просто залезала, падала, залезала, падала. Как у любых других артистов, у слоних есть отпуск. В коллективе существует традиция вывозить животных на природу. Некоторое время слоны живут так, как делали бы это в условиях самостоятельного выживания. У нас одна слониха была с больной ногой. И получилось так, что возле водоема был очень большой, очень крутой спуск. И она соскользнулась, упала туда вниз и обратно не могла вылезти. И вот другие слоны помогали ей, прямо брали за хобот, хоботами и вытаскивали ее. Отдохнувшие артистки снова отправляются на гастроли, чтобы, как и прежде, удивлять зрителей зрелищным номером. А в ответ получат восхищенные взгляды, заслуженные аплодисменты и любовь своих дрессировщиков. Теперь вы другими глазами посмотрите на это выступление и на уникальный трюк, который исполняет слониха Герда. На сегодняшний день в цирковом мире она такая одна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сегодня я приоткрыл для вас завесу тайны 40-й жизни. Теперь вы знаете, как дрессируют слонов и создают с ними уникальные трюки. Не пытайтесь их повторить, даже если у вас дома есть слон. Лучше приходите в цирк, удивляйтесь тому, что происходит на манеже. Ведь уникальные номера создаются специально для вас, для нашего зрителя. С вами был я, Эдгар Запашный. Увидимся на следующей неделе.